Всем привет! Сегодня я вам хочу показать и рассказать о своих фитониях, которые живут у меня во флорариуме. У меня тут всего три разновидности и все стелющиеся. И живут уже достаточно долгое время. Это род южноамериканских растений, произрастающие под полугом леса. Это семейство Акантовое, названное в честь двух сестер, Елизабет и Сары Марии Фиттон. Эти английские леди удостоились такой чести в честь создания учебника ботаники в начале XIX века. Сейчас очень много разных гибридов, приспособленных к низкой достаточно влажности воздуха, которые могут спокойно произрастать в наших условиях. Но вот я чисто по своему опыту заметил, что этим растениям чем лучше влажность воздуха, тем лучше. Потому что вот они, вот он какой результат, вот они какие пушистые и прекрасные фитонии. У фитонии стелющиеся стебли и только у одной из фитоний есть прямостоячий. И достигает он 60 сантиметров. Эта фитония называется гигантская или крупная. У нее очень тоже крупные листья, приблизительно до 15 сантиметров как в длину, так и в ширину. Но эта фитония крупностоящая, гигантская, крупная, она ее не выращивают в комнатных условиях, так как она очень требовательна к влажности. И при малейшем каком-то скачке и засухе она сразу у вас высушит листья и не будет, к сожалению, расти. Листья фитонии, они способны поглощать влагу и вследствие этого им нужна высокая влажность воздуха. Размножаются они очень легко, можно отделить куст. Им противопоказано прямое солнечное солнце. Они очень любят яркое освещение, но рассеянное. Под такими вот двумя лампами фита и обычное они очень хорошо растут. По скорости роста они, ну, не из самых быстрых, как бы, да, вот, достаточно тоже хорошо растут. Очень много сейчас выведено гибридов всяких разных, да, вот я уже говорил, с разной расцветкой листьев, с разной формой листьев есть узкие листики. Большие, поменьше. А эти фитонии я не пересаживал из горшков, вот, из купленных, да, в магазине горшков, я их не пересаживал, а как, как вот они есть, так я их и поставил. Вот сейчас я покажу, что тут они уже, у меня на дне здесь керамзит рассыплен мелкий строительный. И вот мне даже ее не отодрать, сейчас попробую приблизить. Вот там корни, они уже пошли под керамзиту. Ну, все, можно сказать, она тут прижилась и не хочет уезжать никуда. Так же, это вообще, она у меня тут тоже, а нет, вот, поднять пока еще можно, тоже можно увидеть, как у нее корни полезли везде искать влагу. Кстати, на дно флорариума я уже говорил в других видео, что я выливаю воду, и тем самым создается высокая влажность воздуха, именно здесь, особенно внизу. Я поставил не так давно прибор, пока измеряющий влажность, ну, сейчас он постоит, покажет нам, какая тут влажность. Но керамзит здесь более-менее сухой, то есть я сейчас еще буду выливать сюда воду, чтобы еще повысить. Почва у фитонии в горшках практически не пересыхает, потому что они у меня стоят не на поддонах, и я их поливаю снизу. Ну, то есть они сами поливаются, когда я выливаю воду на дно флорариума. Так, вот это фитония беленькая, и вот это зеленая, они у меня уже, наверное, как-то с год, наверное, здесь растут. Вот это чуть поменьше. Ну, вот у этой, я заметил, у нее хоть листики помельче, да, сейчас я ее приближу. Она растет более интенсивно. Это вот что-то, наверное, из последних гибридов. В общем, очень интересное растение, всем рекомендую. Можно какой-то купить бэушный аквариум, который не используется, да, и сделать там какую-то композицию из фитоний. И им будет хорошо, и вы будете любоваться. Только ни в коем случае не ставьте их на прямое солнечное освещение. Они очень чувствительны к яркому солнцу. У них очень нежные листья, и они сразу же будут все в ожогах. Пару слов про вредителей. Почему вообще появляются вредители на растениях? Потому что вы что-то нарушили в агротехнике и где-то допустили ошибку. Соответственно, иммунитет у растения ослаб, и на него нападают всякие паутильные клещи, трипсы и другие вредители, которые нежелательны. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это, конечно, избавиться от них. Да, сейчас очень много препаратов, не будем о них пока говорить. Но, и, конечно же, вам нужно найти эту ошибку и исправить ее. То есть, отрегулировать полив, создать влажность и, соответственно, все это соблюдать, чтобы растение чувствовало себя комфортно, уютно и хорошо. Пока у меня эти фитони не цвели, но вот ждем впереди лето, вдруг что-то появится. В общем, очень интересные растения. Выращивайте и не бойтесь, потому что многие боятся покупать их, так как они быстро засыхают. Сейчас я еще приближу. Вот такие у них очень красивые листья. Во флорариуме им просто балдежно. Они просто тут вот... Какая... Ни одного листика не почернело со дня покупки. Ни одного листика не почернело. Это я вам просто вот говорю, как оно есть. И сейчас я вам покажу, какая тут влажность воздуха. Прибор стоит здесь с начала видео. И влажность воздуха здесь практически 80%. Да, это с учетом того, что я еще не поливал, не выливал сюда воду. Ну, то есть где-то в районе 90%, я думаю, здесь на уровне фитоний влажность есть. Вот они такие балдежные. Сейчас еще приближу напоследок эту красоту. Так что, друзья, выращивайте фитонии. Они потрясающие, очень красивые, экзотические. Они притягивают взгляд. Я думаю, если у вас будет стоять небольшой аквариум, обустроенный под флорариум, это очень легко делается. Я думаю, все, кто увидит, будут просто поражены и захотят повторить. Так что, присоединяйтесь и будем выращивать вместе эти прекрасные растения. Всем спасибо, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok